МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Выпускники краевой программы переподготовки инженерных кадров получили дипломы о пользе таких курсов и кому они пригодятся. Помыл машину и получил по кузову о нелепой ситуации, от которой никто не застрахован. Они могут пополнить стаю бездомных собак. Что будет с приютом для животных, который организовала в своем доме сердобольная женщина? Но вначале почти все мобилизованные края уже получили единовременные выплаты в 100 тысяч рублей. Точного количества получивших подобную меру поддержки в региональном министерстве соцзащиты не называют. Однако отмечают, что приблизительно в 10 случаях выплата так и не была назначена. Причина – отсутствие сведений о мобилизованных военкоматах края. Наши земляки, которые, имея регистрацию постоянную в Алтайском крае, были призваны из других субъектов. И вот эти граждане узнали о данной выплате, которая у нас здесь в Алтайском крае была предоставлена. И мы на сегодня по таким гражданам ведем работу с комиссариатом, чтобы, например, комиссариат Алтайского края запросил сведения вот в том регионе, откуда они были мобилизованы. И если мы их получим обратно, то, безусловно, и этим землякам нашим мы выплату осуществим. В свою очередь, граждане, прописанные в другом регионе, но призванные в Алтайском крае, также могут получить выплаты для мобилизованных. Для этого, отмечают в Минсоцзащике, ведомство ведет работу с МФЦ и миграционной службой по регистрации таких лиц. К другим темам. Каждый год курение убивает 8 миллионов человек, включая пассивных курильщиков. Такова печальная статистика Всемирной организации здравоохранения. Курение стоит на первом месте среди причин развития рака легкого примерно у 80% мужчин и 50% женщин. А тем временем, курительных приспособлений на рынке с каждым годом все больше, а их потребителям становятся подростки и дети. Мария Мацаева выясняла, как справиться с никотиновой зависимостью и что делать, если вы заметили за курением своего ребенка. Горящие, дымящие и такие манящие для части жителей нашей планеты сигареты. Об их пагубном влиянии на организм врачи говорят десятилетиями. Но число их поклонников или жертв не уменьшается. И о последствиях люди вспоминают уже слишком поздно. Целый ряд заболеваний, связанных с этой привычкой, достиг своего предела. Я поставил профилактику рака легкого. Конечно, прежде всего, это онкологические заболевания. Онкологические заболевания сегодня на 35-40% связаны с табакокурением. Сигарета в день – это уже факт курения. Об этом нужно помнить. Пациент, который курит, в три раза увеличивает у себя риск инфаркта и инсульт. Трудно не только лечить последствия болезни, но и саму зависимость. Более двух тысяч людей в нашем крае ежегодно обращаются в диспансеры, чтобы избавиться от вредной привычки. Многим бросить удается в течение полугода. Но из-за стрессов они рискуют сорваться снова. Получается, самый эффективный способ бросить курить – не начинать это делать. Начал в компании друзей, ну, просто веселились. Курю сейчас в основном из-за того, что много стресса и очень неудобно без сигарет стало. А курить пытался грузить? Да, пытался, но не получается. Почему? Ну, тянет неделю-две максимум, потом срываюсь. Много женщин покуривают, много женщин курят, когда пьют. И, конечно, женщины курят, я думаю, наравне, так же, как и мужчины. Еще страшнее, когда зависимость развивается у детей. Если вы уверены, что ваш ребенок избегает плохих компаний и ни в коем случае не возьмет в руки сигарету, то так же думают и родители детей из видео, которое прислали наши подписчики. И не стоит думать, что электронные сигареты безопаснее, говорят врачи. Доза никотина в их жидкостях в разы больше, чем в растительных изделиях. А вкусовые добавки, например, с малиной или клубникой, упрощают процесс употребления, особенно для детей. Никотин солевой. Почему он обрабатывается кислотами для получения соли? Сразу же вот эта мелкодисперсная взвесь, она проникает глубоко в легкие. И, соответственно, токсический эффект мы получаем ребенка, у которого длительная, другими словами, хроническая интоксикация очень серьезным ядом. Психологи рекомендуют, если вы заметили, что ваш ребенок курит, то не паникуйте, постарайтесь выяснить у ребенка причину такого поведения и объясните последствия курения для организма. А затем подумайте вместе, чем курение можно заменить, например, спортом или другими интересными для подростка увлечениями. И по возможности постарайтесь это увлечение разделить вместе с ребенком. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. 63 промышленника из Барнаула, Бийска и Рубцовска успешно закончили краевую программу переподготовки инженерных кадров. А некоторые выпускные проекты даже рекомендованы к внедрению. А зачем уже работающим в сфере сотрудникам проходить это обучение, узнавала Юлия Щепина. Инженер. Товар штучный. Каждый год появляются новые технологии, объемы производства увеличиваются. Ценность специалиста, который разбирается в современных вызовах, только растет. Поэтому прошлым летом по поручению губернатора Виктора Томенко в крае запустили программу переподготовки инженерных кадров. Мы предприняли то, чтобы вы как можно больше были подготовлены к сегодняшним условиям, чтобы вы могли больше генерить каких-то мыслей, каких-то идей новых. Конечно же, все это должно лечь в основу производственной деятельности ваших предприятий, которые вы представляете. Я вас сегодня поздравляю с тем, что вы курс прошли. Сложность курса в том, что от работы участников никто не освобождал. Обучались в свободное время на базе политехнического вуза. А практику проходили на предприятиях Барнаула, Новосибирска и Красноярска. Выделили бережливое производство и современные методы управления предприятием. Также это знакомство с людьми. И, допустим, в городе Красноярске мы познакомились с людьми, с которыми налаживаем контакты по обеспечению их своей продукцией. Вообще это здорово, что есть такие программы для нас, для инженеров, для руководителей. Это здорово. И тем более она была бесплатна, но только нужно было в свое личное время. В этом году организаторам курсов поступило почти 200 заявок от желающих пройти переподготовку. Это второй выпуск инженеров губернаторской программы. И явно не последний. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком. Помыл машину на несколько тысяч рублей. Барнаулец обратился в нашу редакцию с жалобой. Прямо в автомойке его авто получило удар откуда не ждали. А при запросе компенсации организация лишь обостряет конфликт. Дмитрий Дроздов разбирался в теме. Поехал за хлебом, спонтанно зарулил на автомойку и потратил 10 тысяч рублей. Так завершился тот злополучный день для Василия Ткачева. Вспоминает, помыл авто, начал выезжать, но ворота стали резко опускаться. Творотина, она одна цельная, она поползла вниз. Ну, честно, немножко стало страшно. Я понимаю, что она падает на мой автомобиль. Прибег к резкому торможению, отчего, честно признаться, немножко головой ударился выступающие детали своего автомобиля. Пострадал и автомобиль. Вмятина кузова, срез замка и подсветка номера. Пострадавший водитель и машина простояли так три часа. Ворота застряли и подчинить их смог только мастер. Администрация автомойки свою вину признавать не стала, говорит Василий. Данный клиент пытается способом мошеннических действий выманить у нас денежные средства. Таким образом мы приняли претензию от него. Сейчас, получается, мы пишем ему встречную претензию, после чего будем отправлять документы в суд. Также будем подавать документы в ГАИ на лишение его водительских прав. Таким образом он скрылся с места происшествия. Хорошо. А в чем претензия от Вас? Претензия от нас в том, что, ну, во-первых, клевета, во-вторых, это порча имущества ворота. Обычно на воротах автомойки установлены специальные датчики, которые реагируют на приближение машины. Но в этот раз они почему-то не сработали. А разрешить спор могли бы кадры с камер видеонаблюдения, но нам их отказались предоставить. Но если дойдет дело до суда, это будет главным доказательством. По факту был причинен ущерб автомобилю и ворота закрылись в момент выезда транспортного средства, то при надлежащих доказательствах, естественно, ответственность будет нести автосервис. Вот. В данном случае, если же, ну, намечествует видеозаписи, либо свидетелей будет доказано о том, что ворота надлежащим образом не открылись, и лицо выехало, то, соответственно, здесь будет вопрос именно в причинении вреда водителям имущества автосервиса. Другими словами, отвечать могут обе стороны. Когда мы готовили этот материал, выяснилось, что о ситуации узнал владелец автомойки. Он признал свою вину перед автомобилистом и заявил, что готов оплатить ремонт машины. А если вы попали в такую ситуацию, постарайтесь зафиксировать последствия происшествия на камеру и позвоните в ГАИ. А потом уже ищите контакты представителей автомойки. И главное, смотрите в зеркала и будьте аккуратны. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. И в продолжении темы. Теперь при ДТП автомобилисты могут не ждать часами сотрудников ГАИ и не платить деньги аварийному комиссариату за оформление аварии. С ноября в Крае заработало приложение госуслуги авто. В нем водители могут сами зафиксировать ДТП с помощью Европротокола онлайн. Алгоритм простой. При аварии водителям нужно сфотографировать или снять на видео место и участников ДТП. Перенести их в Европротокол и внести данные водители. По статистике, за год в Крае происходит 18 тысяч ДТП с участием двух авто. Важно отметить, что воспользоваться функцией Европротокола смогут лишь те участники аварии, у кого нет разногласий по ДТП. Достаточно простые там требования у обоих водителей. Наличие ОСАГО, согласие, во-первых, одного, что он виноват. Не пострадали люди, не пострадало имущество третьих лиц. И сегодня эта форма переведена в электронный вид. До этого, повторюсь, что было необходимость все это зафиксировать на бумажном носителе. В новом приложении все данные водителя синхронизируются с сайтом Госуслуг, поэтому оформление ДТП занимает меньше получаса. При этом в страховую компанию идти не нужно. Все происходит онлайн. Тут же проверяется полис ОСАГО. Обмануть систему не получится. Но важное уточнение. Европротокол будет принят, если максимальная сумма страховой выплаты не превысит 400 тысяч рублей. Больше ста собак из Барнаульского поселка Лесной могут лишиться дома из-за прокурорского иска. Жители пригорода обратились в ведомство с жалобой на соседку, которая, по их словам, незаконно организовала в своем доме приют для животных. Валентина Аскерова побывала в гостях у хозяйки приюта и выслушала обе стороны конфликта. Никто не помогает, но все гавкают. Люди гавкают. Больше, чем мои собаки гавкают. Только видят хозяйку, радуются, как дети. Пенсионерка Татьяна Чигодаева уже пять лет дает кровь собакам. За свой счет кормит, стерилизует, оборудует будки и вольеры. Сердобольная женщина хоть и любит животных, но такому количеству уже сама не рада. Горожане подбрасывают хвостатых, причем регулярно. Подъезжаю, бла-бла, пакетик. Сколько там собак? Один собачий. Вон оттуда по нескольку собак бегает. Понимаете? Оттуда несколько собак бегает. Ну что ж, я виновата в этом. У меня есть внуки, племянники, правнуки. Понимаете? Я не хочу на себя брать ответственность. Десятки собак Татьяны мешают соседям. Запах испорченных продуктов и бесконечный лай вынудил людей обратиться в прокуратуру. Летом вообще антисанитарные условия, хранение, ну, пищи для собак нет. Все хранится на улице, и все гниет, мухи. Прокуратура провела проверку, нашла нарушения. Нет защитной зоны и двухметрового забора. Ведомство направило иск в суд с требованием запретить деятельность незаконного приюта и расселить животных. Первое судебное заседание уже в понедельник. А вывозить куда? Есть какие-то варианты? Да, сказали, вывозите на улицу, туда выпущу их и все. Пусть бегают потом от них. Но я-то не хочу людей подставлять. Татьяна уверена, что проиграет суд, и ей придется увозить животных. Как пришлось владелице частного приюта из соседней власихи Анне Терентьевой. С ней тоже судили соседи. Куда я их отдам? Кому? Были бы желающие, я бы с удовольствием. Ну, не берут люди собак. Ну, наверное, жизнь такая у нас собачья. Желающих нашлось немного. Некоторых собак забрали. Других распределили по приютам, в том числе к Татьяне Чагадаевой. Помочь в подобных ситуациях хотя бы частично может строительство официальных частных приютов, говорят зоозащитники. Часть средств любителей животных предлагают взять у муниципалитетов, у которых остаются деньги с отлова бродячих животных. Выделить 24 миллиона, 12 остается. И каким-то образом будем пробовать, чтобы их вывезти и на эти деньги строить приюты. На проектирование надо 3 миллиона. И каждый приют, он минимум стоит, ну, от 20 до 30 миллионов. Зоозащитники рассчитывают и на финансовую поддержку предпринимателей. Но даже со строительством новых приютов добавляют эксперты, проблема безнадзорных животных не сойдет на нет. Ведь по закону собаку после стерилизации и других важных манипуляций вновь отпускают на улицу. А в Сибири зимой собаки будут мерзнуть, голодать, а значит проявлять агрессию. От таких правил будут страдать и люди, и собаки. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим выпуск. В Барнауле назвали лучших предпринимателей края. Определяли их сами жители. Краевой информационный портал Амик.ру и радиостанция «Бизнес.ФМ Барнаул» провели ежегодную премию «Народный знак качества». Мария Мацаева побывала на церемонии награждения и готова рассказать о победителях этого года. Номинации 23. Компаний-участников больше 600. В этом году конкуренция была особенно высокой. В Барнауле вручали премию «Народный знак качества» организациям из разных сфер бизнеса. Лучшие компании выбирали сами жители с помощью интернет-голосования, чтобы о качестве их любимой продукции знали и другие. Логотип «Народный знак качества» и победители, и участники, которые вошли в десятку лучших, смогут использовать на своих товарах, на своем сайте, в социальных сетях. Во-первых, для подтверждения народной любви, а во-вторых, для продвижения и для поиска новых клиентов. Жители края определили лучшую строительную компанию, ресторан, автосалон, спортклуб, торговый центр и другие организации. Сразу в двух номинациях победил магазин «Светофор». Люди признали его не только лучшей торговой сетью, но и сделали лидером в специальной номинации «Народная любовь». Мы как работали, как улучшали свою сеть, так мы и будем ее в дальнейшем улучшать. И, конечно же, нужно поддерживать премию, которую нам выдали. Была торговая сеть «Красная и белая», которые достойно сражались, но по итогу все равно победили мы. Эту премию «Амител» и радиостанция «Бизнес-ФМ Барнаул» проводят не в первый раз. Но именно в 2022 году она стала настолько масштабной. Заявки на участие присылали со всего края. Такой конкурс, подчеркивают организаторы, помогает определить по-настоящему народные компании и поддержать бизнес в экономически непростые времена. Компания, которая выиграла в своей номинации в премии «Народный знак качества», получает право пользоваться знаком «Народный знак качества» в течение всего года. Соответственно, помимо большой народной любви, вы получаете такой хороший восклицательный знак в своей рекламной маркетинговой коммуникации. Это возможность не только еще раз заявить о своей компании, о ее возможностях, о ее достижениях. Это прекрасный шанс забрать сердце потребителя качественной услугой, народной услугой навсегда. Ну а мы в этом, конечно, помогаем нашим предпринимателям. За лучшие компании голосовало больше 70 тысяч жителей края. И такие цифры для алтайского бизнеса знаковые, подчеркивают организаторы. Победителя выбирают клиенты, а их мнение лучше всего говорит о доверии. Мария Мацев, Александр Антропов. День с толком. Больше 10 тысяч человек за год приняли участие в походах, экспедициях, выставках и других мероприятиях русского географического общества. И с каждым годом объединение становится все ближе к жителям региона и привлекает в свои ряды все больше неравнодушных. В 2022-м краевое отделение РГО отмечает 120-летие. Кто они? Люди, которые больше века сохраняют природу, расскажет Юлия Щепина. Несколько лет назад он помог представителям русского географического общества развести костер. Так и был принят в их ряды, шутит Юрий Квасов. В начале нулевых он начал сажать деревья в ямы, которые остались после добычи древесного угля в Локтевском районе. Топливо шло на местный сереброплавильный завод. Из 500 деревьев прижилось 40. И несколько десятилетий он подсаживает новые. На сегодняшний момент у меня уже больше 5 тысяч высажено. Там 7 пород деревьев. Большинство из них сосны, как наиболее неприхотливые. Как-то нас все рубят, а я поперечные. Наоборот, буду садить. Это во-первых. А во-вторых, одно из главных предназначений человека – совершенствовать среду обитания. В этом году краевое отделение русского географического общества отмечает 120-летие. Сейчас под его флагом больше 300 неравнодушных. А сколько их было за всю историю – неизвестно. Но одного из ярких представителей РГО сегодня вспоминают особенно. Некогда председатель бийского отделения общества Михаил Розен в этом году тоже бы отметил 120 лет. Имя, ради которого мы сегодня объединились, оно связано с Михаилом Федоровичем Розеном. Человеком очень непростой судьбы, но человеком, который сумел преодолеть все трудности и сложности своей жизни и заложить фундамент во многим направлениям исследований на Алтае. Геолог был сослан на Алтай в 41-м и за 20 лет жизни здесь внес большой вклад в развитие науки. Занимался поисками рудного и рассыпного золота, исторической картографией, опубликовал книги о развитии горного дела. Наконец, главная тема его жизни – библиография Алтая. А тем, кто помогает РГО развиваться в наше время, сегодня вручали грамоты и благодарности. Как Вы думаете, какие задачи, прежде всего, стоят перед русским географическим обществом на данный момент? Прежде всего, его популяризация не только среди взрослого населения, а именно среди молодежи и детей. Потому что, как Вы знаете, география у нас изучается с пятого класса. Но я считаю, что в географию можно быть вовлеченным. Ну и в краеведение, да, и во все ее аспекты самого раннего возраста. И вот все те проекты, которые реализует Алтайское краевое отделение, наглядно это показывают. Алтайский 360, с сибирскими маршрутами Достоевского, белые пятна черыжских подземелий. Общество – много проектов, которые открывают Алтайский край и гостям, и его жителям. В экспедиции общества ходят студенты, школьники и просто путешественники. Только за год в экспедициях, походах, выставках и других мероприятиях РГО приняли участие 10 тысяч человек. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком. Продолжение следует...